Привет всем! Сегодня мы поговорим о счёте Кутайщи, о человеке, который считается главным популяризатором буддизма, первым комментатором японских сутр, что одновременно делает его ещё и первым японским писателем, создателем табели о рангах и 17 положений, то есть фактически тем, кто создал японскую государственность, человеку, который, по всей видимости, придумал название Японии, то есть то, которое мы используем сейчас, Ниппон, человеку, который построил огромное количество храмов в Кансае, а ещё Бодхисатве, который лично встретил с Бодхидхармой, ну и вообще повлиял практически на всех отцов японского буддизма. И да, кстати, есть даже отдельная школа буддизма, названная его именем. И тем не менее, есть теория, что этого великолепного человека вообще никогда не существовало. Как же так получается? Давайте разбираться. Начнём с того, что мы знаем о нём и откуда. В вопросах его биографии мы обычно опираемся на следующие источники. Это Нихон Щёки, которые были написаны более чем через сто лет после его кончины, и Джогу Щётоку Хо Тэйсэцу, империальные хроники Щётоку, короля Дхармы Верхнего Дворца, того же времени. Ну, уже, я думаю, во втором случае даже из названия понятно, что это очень-очень комплементарная биография. И написана она, кстати, была примерно в то же самое время, когда Нихон Щёки, но отдельные её части были написаны аж в X веке. Правда, говорят, что это не те части, которые касались непосредственно его биографии. Но, тем не менее, давайте посмотрим, что же мы знаем из этих двух основных источников. Мы знаем, что прижизненным именем Щётоку было Умаяда Но Мико, и он был сыном императора Йо-Мэя. Он стал принцем-регентом во времена правления своей тётей, императрицы Суйко. Кстати, я уже упоминала её в другом ролике. И он занимал этот пост с 593 по 622 год. Это год его смерти. Согласно хроникам, он был невероятно способным и прилежным чиновником и политиком. Он владел множеством иностранных языков. Он прекрасно разбирался в буддизме и конфуцианстве. И занимался и внутренними, и внешними делами Японии. В 604 году он написал первые японские законоположения, которые назывались законоположениями в 17 статьях. Он установил систему 12 рангов, первую систему званий и чинов китайского типа. Посылал посольство в Китай. И вот, кстати, он был именно первым человеком, который употребил вместо слова «Ямато» новое название Японии – «Ниппон». И да, он был очень верующим буддистом и разбирался в буддизме просто великолепно. Буддизм он начал изучать под началом монаха из Когурё – Хэдзио. И лично написал комментарии к трем главным сутрам того времени. Это, конечно же, Вотасовая сутра, это Вималакирти сутра и сутра королевы Шримала. Кстати сказать, с помощью последней сутры, уже по-моему, это было в них он щёки, но однозначно упоминалось в некоторых легендах, он убедил королеву Суйко в том, что буддизм – это круто и непременно нужно Японии. Ну, вы понимаете, это сутра королевы Шрималы, и как бы что же ещё нужно презентовать королеве, если вы хотите её убедить в том, что буддизм – это супер. Также он активно спонсировал строительство храмов. Это в первую очередь, конечно, щитэн-но-джи и хорю-джи. Но вообще огромное количество храмов поменьше в регионе Кансай утверждают, что счётокутащи поспособствовал их строительству. Именно при нём и при его непосредственном участии был нанесён сокрушительный удар по клану Мононобе, который устраивал гонение на буддизм. То есть, если руководствоваться Нихон Щоки и Джогу Шотоку Хоу Тэйсэцу, именно счётокутащи является тем человеком, благодаря которому буддизм в Японии окончательно укрепился. Но надо сказать, что почитание счётокутащи в народе достигло таких высот, что ему стали приписывать качество бодхисаттвы. В легендах он чего только не делает. Вообще, он уже когда родился, был просто верующим буддистом, буквально в два года уже цитировал сутры, встретился с самим Бодхидхармой, когда тот прибыл в Японию. Сам Бодхидхарма проверил его, выяснил, что это замечательный человек, ему можно доверять, и дал ему буддистское имя. Кстати, счётокутащи ещё и являлся в видениях, во снах, или вообще как-то повлиял практически, по-моему, ну, по крайней мере, на большинство основателей буддистских школ. По крайней мере, и Сачо, и Щенран, и Ничи Рэн имеют какую-то связь с счётокутащи. Да, кстати, существует ведь и школа буддизма его имени, но, что интересно, она совсем ранняя, что меня тоже очень удивило, потому что мне казалось, что она, ну, хотя бы довоенная, но нет, оказывается, она появилась недавно, в 1650 году, ну, сравнительно недавно. И да, её главный храм Хорюдзи, который вроде как и построил счётокутащи. Но как же так получилось, что само существование счётокутащи ставят под сомнение? Если он столько всего сделал, то, ну, наверняка должны были сохраниться куча источников, где он упоминается, ну, как можно было просто выдумать на пустом месте такого человека? А вот дело как раз в том, что мы очень мало знаем о его жизни из достоверных источников. Основные источники – вот те два, которые я упомянула. Документов за его подписью, именно оригиналов, не сохранилось. И самое интересное, что фактически все приписываемые ему заслуги, похоже, не являются его заслугами. Начнём с того, что насчёт его авторства, комментарий сутр, сомнения существовали уже очень давно. Там очень-очень узкий временной промежуток. То есть вот у нас попадают сутры в Японию, мы примерно знаем, когда они попали, и практически сразу там в течение какого-то года-двух очень юный счётокутащи пишет на них комментарий. То есть получается, что он к тому моменту уже прекрасно в них разбирается. Что не очень реалистично. Но учёные предполагали, что он написал этот комментарий в соавторстве со своим учителем Хетя. Но оказалось, что реальность ещё круче. Когда в Китае раскопали пещеру Могао, то нашли более ранние свитки с комментариями к сутры королевы Шрималы, которые практически дословно совпадали с комментариями счётокутащи. Получается, что комментарии попали в Японию позже, и были уже атрибутированы принцу. По всей видимости, не только эти, но и все остальные тоже. С ними произошло то же самое. В 1150 году Сокичи Цудо достаточно убедительно доказал, что законоположения в 17 статьях тоже не могли быть написаны счётокутащи. Поскольку выраженные в них идеи не характерны для того времени, они тоже уже разрабатывались значительно позже. Получается, что, опять же, кто-то написал их уже позже и атрибутировал счётокутащи, по всей видимости, чтобы придать им какой-то вес. И вот с того самого момента и появились теории, согласно которым счётокутащи вообще не существовал. То есть, а можем ли мы вообще судить о существовании исторической фигуры, которая настолько великолепен, настолько всё делал, и это он делал, и это он делал, но которая при этом не фигурирует в источниках того времени. И, кстати, у счётокутащи даже прямых наследников нет. Они все очень удачно покончили с собой одномоментно, все. И вот эти теории, хотя они тоже достаточно распространены до сих пор, но я всё-таки лично считаю, что ближе всех подобрался к истине Сейчи О'Яма. Его исследования наиболее стройные, ну, по крайней мере, мне так кажется. Он очень подробно разобрал всё, что мы знаем о счётокутащи, и с точки зрения того, насколько оно достоверно или нет. То есть именно все документы, все его упоминания, которые есть. И пришёл к выводу, что действительно существовал такой принц Умаядо. Ну, всё-таки выдумать на пустом месте личность прям вот из императорской семьи достаточно сложно. Вполне возможно, что он действительно был буддистом. В конце концов, он имел родство с кланом Сога, который как раз буддизм спонсировали. И да, вполне возможно, что он спонсировал строительство храма, который мы сейчас знаем как Хорюдзи. Но всё остальное было сконструировано значительно позднее. И, скорее всего, в образе счёта-кутащи был выведен не один человек, а несколько деятелей периода Асака, скорее всего, из клана Сога, а также, возможно, и более поздних периодов местами. Но в любом случае, счёта-кутащи – это очень интересная фигура, пусть даже по большей части и легендарная, который воплощает, ну, наверное, всех тех людей, которые заинтересовались буддизмом и стали его активно продвигать в Японии. Так что мне кажется, что даже если его никогда не существовало, его непременно стоило выдумать. Ну что ж, на этом всё. Спасибо всем. Подписывайтесь на мой Телеграм-канал и на Камону. Напоминаю, там очень много интересного. Там мои стримы с путешествий и исследовательских поездок. И, конечно, задавайте вопросы, комментируйте. Буду рада пообщаться. Пока-пока.